Добрый вечер! Рад вас снова всех видеть здесь. Меня зовут Денис, если вдруг кто не знает. И у нас сегодня очередное мероприятие нашего партнера, резидента компании Absolute Service, Сергея Антонова. Сегодняшнее мероприятие будет посвящено обзору, наверное, одних из лучших на рынке российском и не только российском рынке напольных покрытий. У нас представитель компании Ортграф, Россия. Сейчас ее Сергей представит. Мы будем в стандартной, наверное, схеме. То есть буквально полчаса вы послушаете самую такую выжимку из всей этой информации полезной, потом вопрос-ответ, ну а потом свободное время, неформальное общение и получение удовольствия от хорошей музыки. У нас сегодня музыкальный сет от прекрасного музыканта и диджея Альберта. Ну, в общем, получаете удовольствие, впитываете новую информацию. Приятного вечера! Добрый день! Меня зовут Сергей, компания Absolute Service. Продолжаем знакомить вас с напольными покрытиями. Сегодня у нас в гостях по специальному приглашению. Светлана, моя коллега, сотрудник компании Ортграф, город Москва, расскажет интересную лекцию по высококачественным, износустойким напольным покрытиям. Основное применение это отели, гостиницы, гостиницы, рестораны, офисы. То есть те пространства, которые требуют комфорта, звукоизоляции, ну и внешнего восприятия, красоты. Светлана, пожалуйста. Добрый вечер! Спасибо большое за приглашение. Я рада, что сегодняшний прекрасный солнечный день оказалась в самом центре города, в центре дизайна Чернышевского. В общем, впечатлена обстановкой. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли познакомиться с брендами европейских фабрик. В фабрике представляю вам несколько, ну ограничимся, хоть большой у нас ассортимент, ограничимся, например, там тремя-пятью брендами, которые мы представляем в эксклюзиве и которые позволяют делать интерьеры дорогими, эффектными, самое главное износостойкими и заказчики всегда дают высокую оценку нашим материалам. Ну начнем, наверное, с самой такой фабрики, уровня лакшери. Уровня лакшери, где расскажу вам о стандартных и нестандартных возможностях данной фабрики. Джакаранда, фабрика Джакаранда, английский бренд, производит ковры ручной работы из только натуральных материалов. И сразу хотела у вас уточнить, ваши заказчики, ваши клиенты, для кого вы делаете дизайны, дизайн-проекты, это чаще гостиницы, офисы или все-таки частные? Как часто вы сталкиваетесь с тем, что в интерьере используете ковровое покрытие? Ну то есть практически каждый интерьер локально или полностью занимает ковровое покрытие? Локально. Хорошо. На самом деле фабрика Джакаранда ковры ручной работы специализируется на заказчике уровня лакшери. То есть это, наверное, начнем с самого дорогого сегмента. Материалы натуральные. То есть это шелк, натуральная шерстяная, натуральная шелковая нить, натуральный тенцил, натуральная шерсть и их сочетание. Есть такой прекрасный каталог. Он находится в дизайн-центре и будет доступен для выбора. То есть здесь очень хорошо на картинках представлено этот материал в интерьере и уже листая этот каталог можно впечатлиться возможностями данной фабрики. Плюс указаны все цветовые, все цветовые доступные варианты, технические характеристики и прочее. Но ковры, как правило, не выбирают по картинкам, по фотографиям. И это делается только на ощупь. Это такое сильное эмоциональное впечатление от того, когда клиент пробует на ощупь. Например, представлю два образца. Это покрытие тенцил стопроцентное. Как вы можете видеть, оно имеет эффект следа. При различном движении по ковру он вставляет след. Сейчас такая модная тенденция. Кто-то любит, чтобы следа не оставалось, кто-то прямо за этим следом гонится. И вот эта фабрика прекрасно отражает эту возможность. Есть такие вот однотонные покрытия. Есть тоже однотонные, но имеют некоторую направленность рисунка. Благодаря этому смотрится немножечко иначе. Здесь уже выбор за вами. Я буду образцы передавать по рядам. Вы можете их трогать и воспринимать удовольствие, которое они доставляют при прикосновении. Потому что в основном заказчики, которые соглашаются на эти ковры или ковровое покрытие, которые стелят от стены до стены, это тактильщики. Вот они потрогали, они влюбились. И когда на выставке мы выставляем данный бренд, выкладывая на самой доступной зоне этот ковер, люди некоторые приходят, прямо его кладут в руку и стоят, можно сказать, часами, потому что не могут насладиться вот этой вот фактурой. Сосмокомьтесь, пожалуйста. Есть ковры стандартных размеров, как я уже повторилась. И можно сделать размер ковра под любой размер. При производстве ковров можно использовать их обработку. Обработку лентой, широкой лентой, узенькой лентой, тесемочкой незаметной. Ну и есть скрытый фабричный край ковра. Наверное, самый красивый, но для этого нужно выбрать стандартный размер. Вот, ковры идут на хлопковой основе, то есть, если они кладутся на паркет, они, ну, покрытия, на чем лежат, никак не нарушают. Вот такая вот обработка. Цветоленты различные, могут быть и комбинации обработки. В общем, все по вашему запросу. В каталоге джикаранда указаны стандартные коллекции, но никогда не ограничиваемся, то есть мы в творческом порыве никогда не ограничиваемся чем-то стандартным. Поэтому вот я вам привезла несколько образцов ковров, которые делала под конкретные проекты. Например, вот этот ковер был, дизайнер впечатлен рисунком на антиквартной тарелочке. И мы сделали круг, круг вот с такими вот цветами, которые подходили в интерьер. И получился по кругу вот такие вот размытые линии. Ну, отчасти размытые, тут много близких цветов. И он идеально вписался в гостиничный проект. Лежит в холле гостиницы Альбион в городе Ростове-на-Дону. И, кстати, вот он выполнен в стопроцентной шерсти. Если вот вы его сейчас потрогаете, вы увидите, что какой-то объем, какая-то плотность, какая-то мощь из шерсти. То есть таких вот плотных ковров, объемных, массивных, при достаточно доступном бюджете, можно в этой фабрике реализовать. Вот этот ковер, вот вы видите, он более тонкий, более такой вот. И он выполнен без основы. Здесь смысл в нем в том, что это стопроцентный шелк. Стопроцентный шелк еще тонкой выработки. То есть для кого знакомо, 100 узелков. Узелки специально открыты, чтобы видели, что это ручная работа. Каждый узелочек вяжется вручную. Такие шелковые ковры изготавливаются от 12 до 14 недель. И вы видите, как шелковые ковры, они прямо играют. Они прямо горят. И их смысл еще в том, что шелковый ковер никогда не выглядит одинаковым. То есть при восходе солнца, при таком освещении он один. Днем при ярком солнце он другой. А при вечернем освещении он третий. И таким вот образом он играет, выглядит иначе. В общем, для такого взыскательного заказчика, конечно, это высокий очень бюджет. Но такие покупатели всегда есть. Они всегда есть. Они всегда ищут такие ковры, не всегда находят, к сожалению. Но вот имейте в своем арсенале вот такую вот возможность, что для такого заказчика такой ковер можно предложить. Да, и здесь дизайнер специально делал такой цвет, такую подборку цветов, такую абстракцию. Все сочеталось с интерьером в помещении. Вот этот заказчик, кстати говоря, делал восемь ковров в квартиру в частную. Вот. И в каждой комнате он был свой. То есть это вот был дизайн для гостиной. Кстати, шелковые ковры совершенно не боятся износа, не боятся влаги. Они настолько жизнеспособные, что их можно передавать по наследству. Это такой вот вечный продукт. Также можно делать разноуровневую выстрижку. То есть здесь как раз на образце видно, видно, что есть уровни высокие, уровни поглубже, а еще есть уровни, которые отличаются блеском от другой истории. То есть здесь идет сочетание шерстяного ковра и шелкового. И вот здесь, например, по бюджету хотели шелковые ковры, но не могли себе позволить по бюджету. Поэтому сделали часть шерсти, часть шелка. Но вот эта вот игра на шелке, она здесь подчеркнута, игра света и тени. И, в общем, проект выглядит очень-очень красиво, дорого. Продукция в дизайн-центре представлена вот в таких вот каталогах. Эти каталоги представляют из себя книжечку достаточно удобную. Кстати говоря, если у вас есть возможность, если есть место в библиотеке, так сказать, каталогов, которые вы держите там у себя в бюро или такие закрома, которые необходимы для работы, то вот такая вот книжечка позволит экономично, на полочке, занимая минимум места, показать максимум красоты своему заказчику. Вот. И часто бывает, что дизайнеры, делая бренд-бук для заказчика, например, вырывают образцы из каталога. Ну, это вообще нормальная практика, к этому я хорошо отношусь. Но я вас очень прошу, у нас образцы доступные, то есть вы, например, выбрав из разных каталогов или из одного несколько дизайнов, можете заказать их, и вам кусочек, ну, например, вот такого размера. Ну, во-первых, на нем лучше видно цвет, когда вы его выбираете, придет прям под проект. То есть предлагаю, например, каталоги сохранять в своем первозданном виде, а то вытащив один из цветов, потом он уже будет утерян и недоступен для осмотра. Поэтому всегда, всегда для проекта заказывайте большой кусочек. Во-первых, вы можете его принести в помещение, положить в реальное помещение, в реальном освещении, и увидите, что это именно тот цвет, который вам нужен. Потому что, когда вы кладете несколько цветов из каталога и осматриваете их в помещении, то соседние цвета дают блики, может немножко преломляться реальный цвет. Такие каталоги тоже доступны, вы можете за ними обращаться в Абсолют сервис. Из этой же коллекции, из этой же фабрики хочу вам предложить посмотреть вот такой дизайн. У нас такая аудитория на 50 мужчин и женщин. В общем, могу сказать так, что практически 90% покупателей вот такого дизайна – это мужчины. В общем, если вы мужчине покажете этот дизайн, то почти 100% он становится именно на нем. Вот какой-то он такой брутальный, нравится мужчинам. Здесь получаются такие регулярные точечки, а здесь дизайн с шеврончиками. Тоже, ну, очень интересно смотрится. 100% шерсть. 100% шерсть – тоже объемный материал, ходить по нему приятно. Он, наверное, будет немножечко пожестче, ну, не немножечко, а пожестче, чем шелк, который вы трогали, или тенцел, но он тоже востребованный. Если, например, тут у меня еще есть два образца в большую массе этого покрытия, в общем, получается, что он похож на джакаранду, но это тот случай, когда, например, бюджета на джакаранду не хватает, но хочется что-то похожее. Всегда есть альтернатива. Данный бренд Best Wool – это Нидерланды. И похожий. Ну, он похожий, но все равно отличается. Конечно, джакаранда, она такая более, ну, более дорого выглядит, но если нет бюджета, можно обойтись вот такими вот образцами, таким вот вариантом. Кстати, такой вариант у нас практически всегда находится в наличии в Москве. Вы можете приобретать из наличия. Джакаранда, она вся идет под заказ. Если, например, клиенту очень понравилась симла, вот образец, который попробовали, стопроцентный тенцил, но, например, на него нет тоже бюджета, но хочется такой вот прям шелковистый, приятный, но иногда клиент потрогает ковер, и он готов изыскать средства и купить его обязательно, но иногда, иногда, ну, вот, нет. И тогда приходит на помощь нам еще один бренд, тоже Нидерланды. Он тоже приятный на ощупь, тоже шелковистый, тоже вставляет эффект следа, но это стопроцентный полиамид. Соответственно, бюджет более низкий, но тактильно он тоже очень приятен. То есть, как компромисс, но и как, например, тоже очень хороший вариант для такого масштабного потребления, скажем так, в интерьерах, тоже делаем ковры с любой обработкой, и делаем от стены до стены. То есть, смотри, какая задумка. У этой коллекции, коллекции Ванити, у нее есть достаточно обширная цветовая гамма. Практически вся цветовая гамма, которая представлена у перечисленных брендов, это цвета, которые на данный момент современные. Они используются в тканях, используются в красках, используются в обоях, то есть европейских фабрик различных. То есть, они очень хорошо сочетаемы. То есть, в Европе, например, приняли моду на какой-то определенный цвет, и этот ковер подойдет практически под любую вашу задумку по цвету стального декора. Очень легко подбираемы. То есть, не получится так, что выбрали какой-то цвет ковра, а краску не смогли подобрать, ну, так условно, или обои. То есть, они очень хорошо сочетаются. Я так-то вам тоже передаю. Если, например, заказчику все нравится, и цвет, и качество, но, например, хочется еще удешевить проект, но хотя на самом деле можно удешевлять, дойти до самого низшего бюджета, но уже не получить желаемого качества и красоты. Ну, в данном случае есть еще продукция фабрики бельгийской. Она тоже шелковистая, приятная на ощупь, выглядит попроще, так подешевле. Ну, это уж совсем на крайний случай. То есть, никогда не отказываемся от заказчика, всегда идем навстречу, выбирая, подбирая не только материал, цвет, но и бюджет. Тоже приятные они такие на ощупь. Коллекция называется Синсиолите, чувственность. Они как раз с этим названием и хотели подчеркнуть, что на этих... Там даже такой вот у них есть ролик, ну, подчеркивающий вот это вот их названием, чувственность. Вы тоже можете пользоваться образцами, брать какие нужны для ваших проектов. Это то, что касается более-менее стандартных, стандартных таких коллекций, больше, наверное, однотонных. И сейчас мы плавненько перейдем к таким более будоражащим восприятиям. Я вот вам ставила заставочку, фабрики Эгги. Фабрика Эгги, Дания, Северный народ. Фабрику отличает ее... Так и говорят, что мы не производим просто ковры, мы производим произведения искусства, и они отдают работу дизайнера очень большую роль. То есть здесь не идет речь о стандартных вещах. Это все производится под заказ, очень быстро, оперативно. Например, от момента создания принта ковра до его реализации проходит порядка шести недель. То есть нарисовали ковер, рассчитали раскрой и запустили в производство. Получили ковер через шесть недель. Это достаточно быстро, оперативно, но зато он выражает всю индивидуальность, которую вы хотите вложить в проект. Для этого у фабрики есть шесть стандартных коллекций. Они существуют в виде таких каталогов. Шесть каталогов. В каждом каталоге, ну, каждый каталог имеет свое название. Например, Art & Craft, Classic, Essential, Nature, Культура и графика. Графика, наверное, в большей степени нравятся такие динамичные броски и дизайны. Я, наверное, остановлюсь на графике или на Art & Craft. В общем, смысл того, что каждый каталог включает в себя какую-то тематику. Тема, например, каких-то фактур, текстур. Это как раз Art & Craft. То есть, если, например, в вашем дизайн-проекте нужна графика, вы уже знаете, к какому каталогу обращаться, вы не смотрите классику, не смотрите природные мотивы, вы смотрите графику и здесь уже подбираете свой нужный дизайн. открываете каталог и после заглавных страничек идет, например, вот такая палитра. Данная палитра отображает, что следующие дизайны, которые пойдут сейчас по очереди, они будут в такой цветовой гамме. Если вы думаете, что вам не нужна вот эта цветовая гамма, вам нужна другая, пролистываете и доходите до следующей гамме, которая, например, вам более подходит в вашем дизайн-проекте. Сразу хочу вас ознакомить с этим инструментом владения возможностей от этой фабрики для того, чтобы вы, не выходя со своего рабочего места, могли выбрать нужный дизайн, заменить в нем цвета, если это необходимо, и скачать с сайта превью и принты вписать в свой проект, сделать 3D для заказчика. Этому я вас вот прям сейчас быстро постараюсь научить. Ну, например, например, я возьму вот такой вот дизайн. Мы заходим на сайт egikarpets.com В поисковичке набираем номер дизайна, который указан над картинкой. Над картинкой есть номер принта. Мы его сюда заносим. Вот нам сайт выдает эту картинку. Кстати, сразу хочу вам показать, что выбираем картинку и имеем уже ряд возможностей. То есть, здесь предложены, например, сразу же другие цвета, похожие на этот дизайн. Плюс можно, перейдя ниже, скачать скачать данный принт. Данный принт будет очень полезен. В данном случае, это не очень большой повтор рисунка, а когда повтор рисунок большой. Принт информативный, то есть, он выглядит вот так. Это уже рабочая картинка для 3D, например, дизайна. Внизу подписано, из каких цветов он состоит и указан повтор рисунка. Повтор рисунка очень важен, когда мы делаем раскрой коврового покрытия и сколько уже его нужно заказать в данное помещение. Итак, все-таки как же, например, изменить цвет этого коврового покрытия. Здесь есть кнопочка визуализация. Вы заходите в визуализацию и вам открывается эта картинка и открываются цвета, из которых она состоит. Например, подсветив в каком месте находится данный цвет, вы уже понимаете, какой цвет и на что вам нужно поменять. кстати говоря, колор палитры подготовили. Итак, мы хотим у Эги есть четыре колор палитры, живые образцы коврового покрытия, из которого состоит данный принт. мы можем например, у нас палитра 55.00 мы хотим поменять ее на такую более яркую палитру. Меняем и автоматически нам предлагает Эги сделать в тех же цветах, но в другой палитре. Например, мы хотим вообще кардинально изменить цвета. Например, давайте какую-то возьмем синюю гамму. Например, светлый цвет возьмем такой. то есть видите, что мы из бежевого ковра пришли к синему, причем эти синие цвета мы выбрали из стандартной колор-палитры, которые, например, по цвету подходят к нашему выбранному заранее текстилю или к обоям. Кстати, картинка на мониторе никогда не отображает действительность, поэтому я всегда прошу заказывать живые образцы. Живые образцы мы предоставляем в размере если повтор рисунка маленький, его можно увидеть на маленьком кусочке, то образцы выглядят 30 на 40 и приходят в таком виде. Вы опять же принадите вы не могли бы говорить с разницей, потому что чтобы прикидывать все говорить, можно вынимать это все грешат электро привозят красивые материалы и все здорово мы не знаем что почем наше цену на квадратный метр плюс-минус от объемов она меняется? От объемов меняется, да. И хорошо, я тогда, когда перейду к качеству выбора вот этих вот дизайнов есть такая по качеству палетка, я тогда озвучу там от да, да, то есть, например, у нас есть идея выбрать дизайн, мы его сделали, да, а дальше мы можем это сделать на шерстяном покрытии, мы можем это сделать на синтетике, шерсть тоже бывает, там, плотность шерсти 1900 или 1400 грамм, это только ворс на квадратный метр, чем больше вес ворса, тем дороже, ну, грубо говоря, шерсть будет порядка, там, 100 евро за квадратный метр. А вот для гостиниц, например, высокой плотности, да, для проходных просто, для номеров, вот если бы в таком брать, то есть, полиамид или как это можно назвать? Да, полиамид, полиамид, гостиница тоже, там, уже мы говорим об объеме, это все-таки метраж. Не обязательно находилась пробные белосные номера, поэтому метраж начальник, потом вот, соответственно, соответственно, есть синтетика, для гостиниц, если мы прямо конкретно говорим про гостиницу, то я бы, наверное, так ответила, что в гостевых номерах, в гостевых номерах, значит, можно использовать 32-й класс плотность или 750 в синтетике, эта плотность говорит о том, что можно и применять в гостевых номерах, и при этом оно будет достаточно такой объемный, мягенький. Можно использовать велюр, велюр, например, кому-то очень нравится, кому-то нравится классический разрезной саксоне, вот, ворс повыше, на велюре и на ворсе повыше дизайн смотрится по-разному, то есть, мы обычно заказываем два образца, смотрим, на каком дизайн лучше, и, ну, например, разрезной ворс, обычный, классический, стоит порядка там 50-40, в зависимости тоже от плотности, они бывают 1100 грамм на метр, 910 и 750. Велюр, кстати говоря, велюр многие недооценивают, потому что здесь плотность набивки очень большая, ворс коротенький, плотность очень большая, грязи некуда проникать, его очень легко убирать, но он не такой мягкий, как, например, классический саксоне, разрезной ворс. Петелька, например, в гостевых номерах практически никогда не используется, потому что она жестковата, все-таки люди ходят босиком, и хочется больше мягкости. Так вот, велюр и петля будут, наверное, самыми бюджетными в этой линейке. А вопрос еще, он бывает только рулонной или плиткой? Он бывает и плиткой, и рулоном. Хорошей плотности чтобы не в коридорном номерам сколько он будет стоить? Я просто скажу, что у меня это очень наточный вопрос, что бы не так может быть как коридорный продукт, поэтому я у вас так пользуюсь. Ну, в зависимости от выбранного качества где-то 50-35. Какой у вас пожарная карта? Фабрика делает покрытие с противопожарными пропитками и уже на этапе производства, поэтому он КМ-2 и на весь срок службы остается КМ-2. Да, дизайн можно, ну, не каждый дизайн можно сделать в плитке, потому что, например, графический дизайн, графический дизайн, он же как производится? Производится полотно, режется на квадратики и при этом, если мы берем графический дизайн, мы его никогда не сложим в плитке или такой будет хаос некоторый, а есть дизайны, которые специально придуманы для плитки и используются в плитке. Наверное, все-таки для гостиниц, для гостиничных номеров, наверное, все-таки классика, это рулонное покрытие, вот, а, например, там, в коридорах или в лобби, в общественных зонах можно и плитки. запрос на плитку, потому что очень удобно конфигурация. А есть заявлены, если вы платите на покрытие? фабрика производит покрытие, дает сертификат гарантийный, при этом он составляет 10 лет. на практике у меня есть гостиницы, которые по 12 лет не меняют материал, находятся в центре Москвы, на самом проходном месте, в центре, заполняемость всегда, каждый день полная, при этом я все время думаю, когда же они начнут менять это покрытие? Уже срок подошел, уже вышел несколько раз, я прихожу, а он выглядит хорошо. Здесь, наверное, какой будет уход, какой будет уход, это важно, то есть ежедневный пылесос обязательно, мы не используем ферри, мы не трем ковер, когда он мокрый, то есть ферри, что сделает? Если мы использовали ферри для очистки, все, считайте, что уже то место, которое вы чистили, ничем уже никогда будет не исправить, только менять, поэтому у нас есть инструкция по уходу, вот, просьба ее придерживаться и не пользоваться такими простыми методами, как ферри. инструкция, например, уже постели и какие попрыться, что обмен будет? Будет инструкция, да. Основной ход это пылесос, ковер, например, как линолеум, не любят песок, когда песок на линолеуме люди ходят, вот эти вот движения по, так сказать, шлифовке песком линолеума, он от этого. Какой вопрос по клинингу? Инструкция до клининга не знаю. А, я же как раз рассказывал до этого, есть специальные машинки, которые все это обрабатывают, и соответственно там многоступильничества, есть роторная машина с насадками, щеточными, то есть это и водосос, который убирает здесь. Мы, кстати, здесь проводили клининг буквально в эти выходные, ну, такой простой машинкой. Проблем нет вообще с ковровым покрытием, это сухая чистка, и плюс, если какие-то сильные загрязнения, это у нас идут просто механически уже с добавлением какой-то химии, это не проблема, но вы как-то... Клинфикс? Клинфикс, да. В общем, да, я хочу про эту компанию сказать буквально два слова Клинфикс. В общем, наверное, одна из лучших клинговых компаний в том плане, что мы, например, когда отдаем образец коврового покрытия, ну, правда, они уже наше покрытие знают хорошо, и говорим, что вот гостиница, вот покрытие, пожалуйста, поэкспериментируйте, и потом приходите на уборку. В общем, могу сказать, что отдався в руки этой компании, можно не переживать за результат, потому что правильно подобранные химикаты, идеальные машинки, вот эти щетки, которые у них работают, они идеально, вот, предназначены для ковров, у них там даже несколько, типа, насадок, вот идеально вычищают из ковра все, что можно, плюс правильные химикаты. в общем, можно не бояться, не переживать, вот, за данную компанию, CleanFix, у нее еще название такое простое, в общем, бывает так, что, там, клиент звонит и говорит, у нас там такое ковровое покрытие лежит в гостинице, что-то оно ужасно, ужасно выглядит, приезжайте, посмотрите, ну, мы приезжаем, там, смотрим, ну, неплохо было бы, там, сделать уборку, да мы делаем уборку каждый день, все идеально, ну, вы сделаете уборку, там, профессиональным, там, оборудованием, приезжает, например, компания, вот, бренд CleanFix, да, чистит ковер, ну, локальную зону, клиент, там, администратор, там, отеля, или хозяйка, хозяин говорит, о, вообще идеально, он как новый стал, чистите все остальное, мы говорим, нет, ну, мы как бы показали, что его можно почистить, ну, вы, ну, как бы, вы продолжаете сами, то есть, визуально человек увидел разницу, и, это работает, то есть, правильная техника, правильная химия, они, в общем, творят чудеса, и еще, вот эти компании, которые чистят наше покрытие, они потом дают фидбэк, что, мы, например, чистим ковровое покрытие других брендов, и, и всегда, в общем, опасаемся за результат, они несут ответственность за, например, что-то пошло не так, и, когда они узнают, что лежит ковровое покрытие, эге, ну, они все, они спокойно, они знают, что, с ним ничего не произойдет, они уже знают, какую химию использовать, и, едут на объект, спокойно выполнять свою работу, так, на чем остановились, есть. А можно я еще, спорту, таковую, скажите, пожалуйста, если сейчас у нас в комплинии, там, какие-то проблемы с поставками, могут быть, спросили, если, например, объект, ну, разделен там во времени, да, то есть, сейчас там, один этаж, делается, сейчас, второй, каким образом, выяснили, будет ли возможность заказать, если, там, что я, вот, сейчас заказывается, выбирается, очень у многих, они выставлены, эти братья, остатки они все продают, а вторичному, может, что не может заказать, как у вас есть? Ну, то, что касается фабрики Эги, здесь все просто, потому что, ну, то есть, вашему принту, вашему дизайну, присвоен уникальный номер, он у вас сохраняется, но обычно у нас и в истории все сохраняется, в истории проекта, и потом вы говорите, там, например, платили от такой-то организации, или у нас номер принта такой, то есть, это можно заказать? Да, и спустя 10 лет, спустя 10 лет, там, кто-то локально делает ремонты, меняют покрытие, ну, могу сказать сразу, что новое покрытие и старое, когда лежит рядом, они, конечно, будут отличаться, вот, а если они рядышком не лежат, то различить их будет невозможно, вот, поэтому выбираем дизайн, выбираем качество, доступное, по срокам, могу сказать, что мы, например, в прошлом году, взаимодействуя, вот, с логистикой, с фабриками, отмечаем, что у нас ни одного, не было срыва поставок, то есть заказали, материал поехал, даже, наверное, быстрее, потому что европейцы, наверное, все-таки заказывали меньше объемов, у нас были больше мощности, мы даже быстрее свои заказы выполняли. и так, мы сделали принт, желаемый для проекта, заказали образец, если принт маленький, там, повтор, 10, на 10 сантиметров, мы его, все цвета, можем увидеть на маленьком кусочке, если у нас принт огромного размера, и мы уже не можем, например, все цвета уместить на маленьком кусочке, делаются принты размером метр на метр. Здесь, например, вот дизайн вода и песок, кстати, дизайнерской коллекции, в различных цветовых интерпретациях было много таких проектов, выполнено, их очень много на сайте Эгги, можно посмотреть прямориализованные проекты в розовых цветах, в таких оливковых, вот это вот их основной цвет, голубой, то есть, чтобы увидеть дизайн, приходит метр на метр, это так называемый самтрон, самтрон, так фабрика его называет. Срок производства и прихода образцов, сколько? 4 недели. Не 4 недели, 4 недели, это заказ, а образцы приходят за неделю. Даже быстрее? Даже быстрее, да. В течение недели, где-то, может быть, 3-4 дня, где-то так, зависим всего дня. Прямо из зданий образцы идут в Саратов, это коллекция дыма Тома Диксона. Сейчас я его покажу. дым, да. Ангелочек, да. А переверните вот так вот еще. Прямо из дыма. Сейчас ангелочек, ангелочек сейчас развеется в дыму. Кого что? То, что видел. Кого что не хватает? Вы что видите? У меня какой-то медвежонок, два ушка, тут мордаха. Это, наверное, вам очень известный дизайнер. Можно повыше. Это, кстати, из коллекции Лакруа, да. Лакруа сделал целый каталог для фабрики Эйги. Там совершенно какие-то потрясающие дизайны, которые в прошлый, позапрошлый год прям практически в каждый новый дизайнерский гостиничный проект входили. Гремели. Гремели, да. И у него дизайны такие, ну, их прям трудно указать, ну, трудно увидеть даже в метре на метр. То есть, вот, например, вот этот вот дизайн дыма, который в сером цвете. Это каталог. Да, это вот каталог Лакруа. Нет, я даже не видел ничего. То есть, такая приятная, бархатная. То есть, Лакруа тут поработал на полную катушку и сделал красный каталог. Этот каталог сделан из бархата. Его уже приятно трогать. Да, есть блеф текстиль. Тоже здоровое. Да, то есть, ну, понятно, что дизайнер один, поэтому... Вот этот дизайн ковра, который только что Сергей показывал. Мы сейчас смотрим совершенно другую. Да, здесь. Такая под старину. Ну, то есть, это говорит о том, что... Можно еще как-нибудь сделайте, как-нибудь еще и сделайте. Пожалуйста, пожалуйста, для вас все, что угодно. То есть, речь идет про то, что вот вам, пожалуйста, напольное покрытие, настенное, и шторы, и как объивки можно использовать там и так далее. И будет у вас интерьер полностью от кутюрье. Кристиану Круа. Не хрухры-мухры. Это точно. Потом вы сможете со всем этим ознакомиться, соответственно. Оставляем. Есть у него в коллекции, например, такая тема под камушки. Когда мы эти камушки выставляли на выставке, все подходили, издалека думали, что у нас такая мощеная, пространство, а потом наступали на него, оно оказалось мягким, и все время у людей было такое удивление. Мы думали, это камень, а это ковер. Ну, то есть, настолько реалистично продуманы все детали. И, кстати, то, что касается дизайнерской коллекции, их тоже около шести у Эги, их лучше не перекрашивать, потому что любое изменение цвета в ковре, ну, то есть, это настолько продумано все, и, ну, прям уникально, что дизайнерской коллекции не рекомендую перекрашивать, лучше их брать в своем первозданном виде. Вот, что они тут еще интересного придумали? Такой был один из хитов в виде дорожек, в виде покрытия, полного застила. Вот такая вот клеточка. Вот такие вот дамы, дамы-птицы, бабочки, я не знаю, вы там, как абстрактные очень. Причем рисунок идет по одной стороне, и, ну, то есть, он где-то располагается, потом переходит такое прекрасное небо. Вот это небо, оно в разных комплектациях, бежевое, серое, синее, тоже, ну, было очень-очень у вас требовано. А как вы представляете рисунок, как на фреске, то есть, по размеру, или мы можем этот рисунок на любой размер сжать? Сжимать не рекомендуется, он идет размером, сжимать не рекомендуется, мы потеряем, потеряем детали, а так он вот располагается по ширине 4 метра, то есть, 4 метра вот отсюда до сюда, то есть, практически человеческий рост фигуры, и потом 2 метра неба. Да. Мы на выставке представляли это даже на стене, это была вообще точка для фото самая востребованная, там миллион фотографий в инстаграме, в общем, всем эти девушки очень понравились. Есть они в темном цвете, и, кстати говоря, можно, например, для своих проектов заказывать вот такое 2D, то есть, прямо в дизайне раскладывается с расстановкой мебели, где что будет располагаться. Прямо сразу же видно, восприятие от пространства. Всего три дизайна сочетаются. Была еще такая вот тема, несколько проектов было сделано с замком. Тут, наверное, не очень видно. Тоже такой односторонний дизайн, замок. Это то, что касается Ла Круа. Давайте вернемся к Тому Диксону. Это как раз вот дым, насчет которого мы тут все протестировались. Кто что? Кто что увидел? Да. Потому что на маленьком кусочке, как правило, непонятно, что это такое в массе. И, кстати, обращаю ваше внимание по поводу того, что один и тот же дизайн как выглядит в плитке и в рулоне. Вот смотрите, это рулонное покрытие. Если мы его делаем в плитке, разрезается на кусочки и складывается, то уже видите совсем другое восприятие. Многие говорят, мы хотим вот такой дизайн, мы хотим вот такой дизайн, выбрали его, но хотим его в плитке. Получили плитку. Ой, мы не это ожидали. В общем, всегда очень важно, что рулонное покрытие и плиточное оно одного и того же дизайна не совпадает. Они не рассчитывают, что будет там собирать, да? Собирать, собирать как пазл его не получится, да. Потому что идет рез, отрезается покрытие, нарез уходит все-таки какой-то там два сантиметрика. Плюс повтор рисунок очень большой и как пазл никто его уже не сложит. В общем, и не надо стараться. Хаотично вот так укладывается. Просто надо заранее знать, что мы хотим увидеть, какую картинку. Тема угля. Они прям уголь такой древесный нарисовали ржавчина. Тоже сейчас что на стенах. Вот такой дизайн окисленного металла. Также и у дизайнеров на полу. Кстати, я говорю, тоже дизайн, который в плитке, в рулонке смотрится по-разному. Это такой очень важный момент. Так. Вот этот, например, дизайн Тома Диксона навеяло, когда он сидел в своем гостиничном номере и смотрел на закат солнца сквозь отражающиеся окна соседнего здания, то окна преломлялись, создавая вот такой эффект. Он через преломление стекла это увидел и впечатлился на создание вот этой коллекции. Кстати, здесь есть у нас несколько плиток, которые мы уже сложили. Дизайн в реальности. Но единственное, что эти плиточки, они не полноразмерные, а они полный размер у нас 48 на 48 сантиметров, а это 40 на 40. Лабораторные образцы, так сказать. Поэтому немножечко тут у нас нечеткое совпадение, но смысл понятен. Получается тут немножко цвет другой, там больше синего бирюзового. Это похожая коллекция. Подковровое покрытие, например, в гостиницах или в офисах или дома, я всегда рекомендую использовать подложку подковровое покрытие. У нас она присутствует резина каучуковая, но если речь идет о 4-5 звезд, но она должна быть обязательно на проекте для того, что... Сейчас я расскажу о своих ощущениях от этой подложки. Еще когда-то много-много лет назад я была совершенно незнакома с коврами, но приезжала в отель, тоже в командировку, проходила по коридорам, заходила в гостиничные номера, уезжала, а потом когда снова возвращалась в этот город, я говорила я поеду только в эту гостиницу. Мне говорят что ты там пристала в одно и то же место, сделай разнообразие, поселись в другом отеле. Я говорю нет, я поеду только в этот, потому что когда прихожу иду по коридору, иду по коврам, у меня такое ощущение, что у меня ноги отдыхают, и я как будто парю над этим ковром. А оказалось уже спустя, когда больше углубился в этот вопрос, что когда лежит ковровое покрытие на подложке, вот эта подложка создает дополнительную амортизацию, и она становится мягче, комфортнее, и резиново-каучуковая подложка она создает впечатление тут же возвратной энергии, то есть амортизация моментальная идет, и ты идешь по ковру, ты отдыхаешь. Вот это внутреннее это ощущение, его ни с чем не перепутать, и очень многие например компании пользуются таким моментом, они в переговорных стелят ковры, красивые, яркие, эффектные, и под них стелят подложку, приходят на переговоры люди, и они уже становятся такими расслабленными, они ну в хорошем смысле, и переговоры проходят легче, рестораны стелят такую подложку под ковролин, во-первых, при переставлении мебели подложка быстрее заставляет ковер возвращать ворс в первоначальное положение, и плюс опять же люди с большим удовольствием тратят больше денег для того, чтобы быть в этом месте. Подложка дает дополнительно акустический эффект, то есть акустика очень важна в последнее время, и в переговорной, например, в офисах или в гостиницах, конференц-залах стелят подложку, создавая этот акустический комфорт. Ну, я думаю, об акустике много раз говорить не надо, вы знаете, да, что при хорошей акустике слышно лучше, понимание речи лучше, она лучше усваивается, и вообще, например, в рабочих зонах акустика задает больше КПД сотрудников, и поэтому сейчас ставят акустические потолки, акустические перегородки стеновые, в общем, по максимуму углубляясь вот в этот вопрос. А сколько стоит подложка? Подложка стоит... Как ее укладывается? На что она укладывается? Подложка стоит от резинового каучука, но они бывают разные, вот я больше за резинового каучука, поскольку вот эта возвратная энергия, срок службы, она не уседает со временем, она... от нее можно ковер грубо говоря, снять, подложка останется и постелить новый ковер. Как-то так она отдирается в виде скажите, на что приклеивать, как-то так снять ковер, она отстрелилась кулачками, подложка на полное приклеивание стелится к полу, ковер ковер укладывается на гриппера, например, как вариант. Тогда получается, что ковер растянут на грипер, такой зависает над подложкой, все, вы захотели со временем поменять ковер, подложка подложка при этом не меняется, стяжка повторно не ремонтируется, в общем, такой достаточно вариант экономичный. Этим основном пользуются 50-ти отели, они досконально просчитывают бюджет, то есть, они почему не выбирают разных брендов, которые дешевле, они дешевле может быть на этапе прямо сейчас, а во время, они считают во времени, и во времени, например, уже через грубо говоря 3-5 лет Эгги уже окупил себя и уже стал более выгодным, чем по сравнению с какими-то очень-очень бюджетными коллекциями. Подложка стоит порядка 12 евро за квадрат, но, соответственно, она приклеивается к полу, к подложке полное приклеивание и приклеивается ковролин, ну, либо на гриппера. Для растений в плотности какая должна быть для коридора? Вот для тех, на память не помните, это записано, не помните, для номеров или на которых какая уговоримая плотность? Плотность, значит, ну, для коридоров и для общественных зон это 33-й класс износостойкости. Да, то есть 32-й, там просто тележки, постоянное вот это вот коптание тележек. У нас от где-то 35 евро, да? Самое минимальное, правильно? Гуляем низко. Да. И мы, если мы говорим о плотности ворса, ну, здесь плотность ворса не совсем такое ключевое свойство, например, плотность ворса может быть 1100 грамм. 1100 грамм, но здесь нужно, то есть 1100 грамм, 910 грамм, ну, вот это вот такие вот необходимые достаточные плотности для коридоров, ну, и для ресторанов. В ресторане можно использовать больше, ну, если тоже бюджет позволяет. но здесь еще идет плотность набивки, важную роль, то есть ворс может быть высоким, а плотность его маленькая, и он будет такой жиденький, развалится, и все, ну, то есть не будет выполнять свою функцию. Здесь важно соотношение плотности ворса, набивки и классно-стойкости. Вот. Так, если вы не против, если мы, например, коснулись этого вопроса гостиниц, я вам сейчас покажу краткий референс по гостиницам. в общем, всегда при выборе коврового покрытия для гостиниц есть несколько там задач. Естественно, купить дешевле, не переплатить за лишний объем, купить качественный материал с долгим сроком службы, найти компанию, которая еще даст гарантию, выбрать материалы, которые будут соответствовать всем нормам отелей, требования пожарные, гигиенические. Ну, и немаловажно, кто будет выполнять эту работу. То есть, можно купить прекрасный материал, отдаться в руки неумельцев, странных подрядчиков и получить не то, что вы ожидали. Поэтому качественный настил очень важно. И поэтому у вас такой вот ангел-хранитель фирмы Абсолют Сервис в плане настила. Вообще золотые руки, конечно. Вот. Поэтому вы всегда можете рассчитывать при выборе материала на помощь в подборе материала. разработку и адаптацию покрытия к данному помещению. Потому что, ну, как мы с вами говорили, повтор рисунка важен. И очень важно, как фабрика проработает детали, например, поворота в коридоре, как это будет выглядеть. То есть, вот эти нюансы фабрика адаптирует под конкретный проект. Прямо карты раскроя, 2D-планы, монтаж, замер, доставка, гарантии. То есть, вот, ну, все необходимое, что на проекте требуется, то есть, осуществляем. Самое важное в любом проекте это входная зона. Никогда не поскупитесь, используйте грязь защитные покрытия, и чем больше их будет на входной группе, тем лучше. То есть, по факту, считается хотя бы 6 шагов у человека с улицы должно быть по грязничному покрытию. Оно собирает излишнюю влагу, и оно собирает излишнюю грязь. Остается на ковре, который уберется локально, чем это все придет на этажи выше, и придется уже чистить все покрытия в гостинице. если мы говорим гостинице или об офисе. Лобби, конференц-залы обычно используют более эффектные покрытия, то есть там такие очень яркие цвета, динамические дизайны, то есть обязательно, что-то вот такое, чтобы удивить и привлечь, ну, и расположить к себе гостя. А вот уже в зону, например, номеров используют такие более фоновые покрытия. Фоновые, спокойные, чтобы легко было отдохнуть. Еще важно в выборе дизайна покрытия, ну, вот бывает одно и то же покрытие, но одно однотонное, а другое с очень-очень насыщенным рисунком. Так вот, то, которое с насыщенным рисунком, оно уже будет хорошим маскиратором грязи. И даже если за покрытием хорошо не ухаживают, оно все равно будет выглядеть как будто его вчера почистили благодаря своему дизайну. Потому что если покрытие однотонное, то есть самое покрытие сложное для клининговых компаний, для хаускиперов, это вот однотонные. Вот на них вообще каждая пылинка видна. Поэтому делаем что-то более, даже можно сделать фон таким однотонным, но в него включить хотя бы немножечко меланж, он уже будет хорошо маскировать грязь. А если сразу не убрали пятно, например, если на этом ковре сразу же пятно не убрать, например, от вина или чего-нибудь еще, то убрав его на следующий день, оно будет незаметно. То есть сам рисунок маскирует износ. Поэтому в рестораны чаще всего вообще перенасыщенные дизайны кладут, чтобы продлить срок службы ковра, сэкономить деньги. Отели реализованные, ну то есть мировые такие известные бренды, Широтон, Four Seasons, Холидейн, Меркюр, то есть различные отельные операторы выбирают ковровое покрытие Эйки, просто проверено временем. Это служит долго, качественно, опять же, во времени очень сильно экономится бюджет и изюминка, ну то есть отелю что важно, чтобы каждый отель выделялся на фоне другого, когда ты видишь картинку, ты сразу понимаешь, о каком отеле идет речь, поэтому вот эта дизайнерская работа над отелем, она всегда проводится очень досконально. мариотт 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 всегда такое прям делает очень броски эффектные, даже в гостиничных номерах тоже делает яркие дизайны, такая визитная карточка мариотт быть очень очень такой фэйшн прям. Вот например вот эти вот круги дизайна они там например не располагаются случайным образом, всегда продумано где где он будет видите стыков никаких не видно то есть здесь конечно есть стыки на ковровом покрытии но их не видно почему потому что дизайн делается с учетом того что рисунок с одного полотна будет переходить на другое хорошие мастера там золотые руки создадут правильный настил и у вас монолитно будет выглядеть покрытие такая вот любимая тема шестигранников их делают в ковровой плитке делают в рулонах тоже такой востребованный дизайн вот смотрите здесь использован вроде бы однотонный ковролин но он не однотонный у него хороший меланж который маскирует опять же там минимальные там возможные огрехи пылинки с постельного белья сейчас стало очень модно не знаю как у вас я сейчас встречаю очень много проектов с таким дизайном абстракт не не совсем бетон но скорее всего бетонная тема пятнистая даже сказала бы тема и сейчас очень много таких проектов здесь видите например дизайн из одной тематики но например в коридоре он вытянут по центру чем облегчает такое вот пространство и тоннельность коридора большое количество ну то есть здесь приведен референс лист но это совсем вот прям капля в море по сравнению с тем что где ковровое покрытие эги находит свое применение вы хотите чуть-чуть передохнуть или продолжим еще такими более дизайнерскими какими-то сложными а вот эти то что показываете оно тоже в разных исполнении материала да 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 сергей а может попросить колор палитру сергей а можно колор палитру попросить давайте пока еще не перешла таким драйву вам дизайном остановлюсь для отелей слышали ли вы такой бренд виском сталкивались с ним это настенные покрытия настенные покрытия устойчивы к ударам и царапинам то есть они не горючие они устойчивы к ударам и царапинам спасибо большое и имеют много разных текстур ну вот например текстура подшелк то есть так как текстильный или рогожка например большой кусочек в объеме и вся цветовая палитра которая входит в эту коллекцию то есть то есть то есть тоже все цвета модные современные взаимодействующие с текстилем взаимодействующие с ковровыми покрытиями то есть все цвета которые на данный момент являются актуальными для создания проекта как правило одну стенку делают особенно за изголовьем какую-то акцентную потемнее или посветлее остальной объем делают другого цвета близкого или контрастного сейчас у нас очень большая тема например светло-серый цвет и прямо почти черный почти на каждом проекте всегда обыгран и смотрится интересно фактуру фактур очень много например такая полосочка она вроде бы полосочка есть а вроде бы смотрится тоже фоново и и данная полосочка немножечко вытягивает помещение и стыки обоев совершенно не видны и чем хороши эти обои здесь можно будет полистать много много разных фактур каталог отображает разные дизайны и каждому дизайну стоит свой цвет можете посмотреть в любой момент таких каталогов 8 3 виниловых и 4 текстильных текстильные обои не являются антивандальными а вот виниловые да и часто на выставках приходят люди и говорят ой они не могут не могут быть антивандальными а у нас выклины на стенах берут ключи кто не жалеет ногти начинает царапать эти обои изо всех сил и говорят вот-вот след же остался я говорю у вас остался здесь след ну так мы стряхиваем уже ничего нет у вас остался след либо от вашего маникюра который они смотрят ой пол ног где там спилилась вот либо часть ключа стерлась то есть устойчиво к ударам от сара в общем устойчиво к ударам и царапинам чем хорошо что стену не надо не переклеивать не перекрашивать там ну спустя 15 лет стена выглядит в своем правом данном виде и чем хорошо гостиничный номер например не надо закрывать чтобы перекрасить помещение в коридорах нету вот этих вот следов от тележек когда проводят чемодан и такие вот вдоль движения по коридору вот эти вот царапинки постоянно то есть экономят экономят деньги отелю во времени на ремонте если например сравнивать покрасить стену или поклеить обои то наверное на этапе вот этого сравнения краска будет дешевле да краска будет дешевле чем такие обои но вот эти обои например через 5 лет уже в 3 раза окопят бюджет краски если надо перекрашивать если надо перья ну закрыть отель для того чтобы покрасить чтобы не пахло краской ну в общем опять же работы денег стоят на начальном этапе они дороже в итоге получается дешевле и здесь есть такие фактуры они вот натуральный шелок под натуральную там шерсть подлен не у каждого клиента есть бюджет купить натуральные обои тогда они покупают виниловые в таком же качестве в смысле внешне в такого же дизайна конечно качество качество не уступает просто они получается что они натуральные но для тех кто прям любит натуральность и говорят что мы купим только шерстяные обои или купим только шелковые такие обои тоже есть вискоме и они они просто потрясающего вида в общем вы посмотрите каталоги я сейчас вас не буду задерживать в этом плане а вот то что я хотела сказать о пол колор палитре эге вот это живые цвета таких палитр 4 вы можете опираясь прямо на цвета которые вам нужны прям вживую выбрать вот как вы видели квадратики заменяли вот эти цвета одни на другие посмотреть на картинки какие были выбрать какие вам нужно вставить в картиночку сохранить принт и это будет уже ваш рабочий инструмент а потом прислать его сергею и он уже закажет для вас образец который как это будет выглядеть в массе на нужном качестве отдыхаем это будет так Спасибо.